Привет зрители! Пора вернуться к нашей шахе, назвал ее овощная, по совету одного из пользователей И вот такое вот чудо, давайте посмотрим, что можно купить за 300 баксов, если вам подвернется вот такой вот удачный вариант Пробовал я заехать сюда, чтобы как-то и поставить красиво, еще что-то, но не получилось Автомобиль застрял, что свойственно всем проявлениям вазовской классики Легкая задняя часть, отсутствие хоть какой-то даже электронной имитации блокировок Ну и железный тут естественно тоже нету Приводит к тому, что автомобиль застревает совершенно в безобидных ситуациях, да, вот как сейчас, например Тут небольшой подъем, я в общем догадывался, что проблемы будут, но что такие, если честно, совсем не ожидал Машина просто встала передними колесами и, ну, ничего не происходит Дифференциал по очереди крутит одно из колес, оно прогрызает часть до асфальта Видим, водичка образуется и машина плавно поднимается вперед Вот сейчас как раз этот процесс видно Заодно, можно взять внимание, что колеса абсолютно кривые Может даже ступятся кривые, но скорее всего колеса Потому что это что-то Voltaire, качество дерьмовое абсолютно Сейчас, кстати, немножко она проковыряет себе путь И попробую с разгона все-таки заехать немножко, да, потому что, ну, стоять здесь мне совершенно не хочется Так что главная проблема на сегодняшний момент даже не качество изготовления А общая техническая тема, связанная с зимней эксплуатацией У автомобиля нужна блокировка Обязательно ее поставлю Здесь, кстати, более ровное колесо, хотя тоже кривовато, честно говоря То есть колеса все в помойку, новые диски придется покупать Наверное, поставлю на 14-й ход Думаю, это будет правильнее Хотя дешевле, а в данном случае автомобиль максимально дешевый В эксплуатации должен быть лучше поставить, опять же, 13-й диски, посмотрим Спереди у нас БЛ-85 Легендарная покрышка Это очень круто Всесезонка, на самом деле, по своей сути Но хреновая и летом, и зимой Тем не менее, вот как-то можно ездить током, поставив зимние колеса назад Я езжу пока черти как и черти на чем Вот так вот Что дальше? Классическая тема, связанная с растрескиванием фар Это стекла фара, они растрескиваются Здесь, видим, прогрызла дырочку и там лампчик уже лопнул Потому что вода, раскаленная часть впадает Все, приехали Дальше, кстати, можно сказать, что автомобиль достался на достаточно удачном состоянии Видео, конечно, следы ржавчины Да и перекрашен он как-то кустарный явно Не знаю уж зачем Есть вот небольшие, есть вздутие Но, на удивление, в целом машина крепкая То есть, ну, очаги ржавчины То есть, пару лет можно смело ездить Не сказать, что как-то что-то гнилое уж чересчур Ну, я считаю, это очень здорово Это очень хорошо Крайз, конечно, второй раз я его не буду Кстати, видно, как обеспечивается посадка сзади Чтобы кто-то хотя бы влезал Да, машина 4 метра То есть, по сегодняшним меркам Это седан, ну, почти А-класса Даже бэшки многие длиннее Хэтчбеки И я могу даже сам за собой сесть Вот так, поджав ноги Но это будет в любом случае Просторнейшим в том же фокусе Но обеспечивается такая посадка исключительно тем Что спереди такая же теснота, как и сзади Вот Обязательно полный обзор сделаю, как доведу до ума Пока мы просто вот смотрим Что ты получаешь за эти деньги На удивление, в целом вариант годный И из поломок у меня сломалось что? Давайте оценим Давайте посмотрим, что у меня отказало В ночи отказал Вот эта крышечка С распределителем Да, там такой кулачок Не понял, как он точно называется Ну вот, я поменял крышечку И распределитель, там резистор есть У этого кулачка распределительного Даже не знаю, как его назвать правильно Не буду сейчас терминами Сейчас Злоупотреблять, скажу так Поменял крышечку И часть элемента, которая распределяет искру В итоге все у меня заработало В ночи чертыхаться Видео снять не смог Проблема продолжается Связанная с тем, что вентилятор все время молотит У меня датчик уже есть Вот такое приобрел Батлер Не знаю, что это такое Ну вот Попробую поставить Тут, думаю, сразу решу вопрос Так что в целом В остальном автомобиль Мне достался рабочий Обороты держат Все функционирует Жидкости никуда не уходят Долго в себя потечет Все Тормоза потекут Сцепление потечет Ничего не течет Но все остальные вопросы Связаны уже С ходовой частью Нужно в процессе Их движения Понимать Прыгаем вперед Оценим, что здесь Ну, на самом деле Что про классику рассказывать Все прыгают, все знают Машина легендарная Известная Пожалуй, всем Любым чайником И не только чайником Буду в процессе Естественно Дополнять что-то Но это Итальянская На самом деле Машина И поэтому Такая вот она Вся спортивная Крутая Есть разные датчики Класс вообще На самом деле Что, прогрызли мы дырочку Вот, прогрызли И попробуем заехать Оборота Макс И весело Мы крутим, да Вот Садимасло еще не менял Кто-то скажет Ах, кто убийца двигателей Ну, я скажу, что Масло, может, и не менял Но сейчас поменяют Виктор, надо сначала прогреть Чтобы поменять А масло здесь Бипи залито было И в целом Что-то оно там сохранило Какие-то свойства Обязательно надо ставить здесь Дифференциал повышенного трения По-любому Потому что это дрифт-кар Да, смотрите Машина идет И совершенно вот в этом дрифте Очень плохо управляется Причина Урлевое В данном случае Оно еще и подкусывает как-то И тянет И люфт безумный Вот в начале Вот в этом Даже в положении Ноль Люфт, мне кажется Больше, чем Положенный Там сколько Десять градусов И из-за этого Да, из-за того, что он Вот с этим вот С этой части Очень сложно понять Что происходит с колесами Да, то есть Была бы рейка Было бы вообще здорово А так То есть вот ты едешь Как-то пытаешься там Газом играть Привод газа еще дурацкий Он здесь не тросиковый Он здесь не тросиковый А с механическими частями С тягами Которые работают Не совсем четко И с некоторым Да, лагом С некоторым люфтом Вот такая Можете считать Экономическая задержка Экологическая На старый Экономный лад Естественно Задняя передача Не синхронизирована Поэтому такой звук Издает А так вот Пожалуйста Пожалуйста Ну вот обороты Кстати у меня Стали плавать в итоге Чуть повыше Они чем Тысяча Тем не менее Я думаю Ездить можно Вот сейчас Они вроде нормализовались Так что Проблема у нас ясна Первая И первоочередная Буду ставить Короткую главную пару И Дифференциал Сонблокируемый Почему на заводе Не доработали автомобиль За 40 лет Я не знаю Честно говоря Могли все таки доделать Так зимой Эксплуатировать Очень сложно И Это притчевые языц Нужно всегда иметь с собой Трос на классике И лопату Они кстати у меня сзади есть Можем кстати заглянуть назад Я уже в принципе показывал Что там Давайте просто посмотрим Что у нас там есть Так вот мы Придавили педаль Смотрите как всегда Посреди дороги Ничего страшного Никого нет Никому не мешаю Посмотрим Что у нас сзади Как раз Можно оценить А Даже можно было не глушить Ну вот видно Да Это подкладываем Под машину Специально Это вот лопата Чтобы ковырять Ну все понятно И какая-то Дурацкая совершенно резина Ну какая есть Кстати сдутое колесо И это сдутое Она будет проверять Потому что без запаски Ездить плохо Вот такая вот тема И динамики конечно Да Проводка выполнена на уровне Просто гениальном И видим что Без подогрева стекло Зачем он Это классическая шаха Зачем так делать динамики Не знаю Почему их не врезать Ведь Акустическое замыкание И в итоге басов нет Какой-то непонятный Вялый звук только И все Ну вот так вот Что поехали Желаем И стоим на месте Да как всегда Ну В общем зимой Езда на классике Это конечно этот Боль Видно когда отражается То что неровное качение Автомобиля На месте Это значит У нас кривые колеса Видим как болтает Зад Ну еще назад надо ехать Или сразу гонщику Вот так Вот так Не хочет совершенно Машина ехать Попробуем так Сейчас еще раз Не вообще То есть ты встал Все Ты встал Действительно Это Завет классической езды На классике Маламайский подъем Все Его не преодолеть Нужна Зимняя резина полноценная Не вултар никакой А так вот С разгончику Держа там 4000 Выехали Ну и вообще Видите Мы ведем хвостом Все на водителе Все у классики На водителе Потому что Ничего нам не поможет Даже вот в 2000 году Казалось бы Уже надо делать Какие то электронные АБС Хотя бы сделать Видите Она как крестит Стоп Потому что Не всегда Ты можешь поймать Автомобиль То есть нужно Действовать на опережение Газом работать Вот этим Невнятным рулевым Длинное Причем очень большое Рулевое колесо Неудобно крутить Зажать тут Да то есть Посадка конечно Ну Скажем так Тех дальних пор Когда нужно было Делать всем Максимально усредненную Да Чтобы руль нерегулирован Как ты стоял Чтобы ты как-то сидел Сзади кто-то размещался И в итоге Рождаются те мифы Что Тазы неудобные Тазы некомфортные Да просто конструкция Старая И не надо к ней требовать Придевать какие-то Странные Да Вот мы естественно Тормозим БС просто нет И Замедление нужно контролировать Педали Даже под горочку Мы с трудом разгоняемся Если честно Это конечно Не фонтан Но причина этого Это уявления в том Что у нас Грани Сейчас Застывшие Закоченевшие Закисшие Тормоза Передние И Прикусывает Механизм Правый А левый наоборот Не Завершает свой путь И в итоге Автомобиль ведет вправо Плюс еще Вот этот рулевой Вот с этим Руль Стремится Криво Стоит Нужно делать Ход и развал Уж не знаю Придется ли менять Там рулевые тяги Ничего не гремит Кстати Подвески есть Ничего не гремит То есть Все в порядке Звуков нет Ниаких лишних То есть Можно ездить прямо так Ну если конечно Это вот Скорректировать Попадаешь на снег И машина тянет В общем Ну очень неприятно Большой скоростью Вообще опасно Автомобиль вообще опасен Ну посадите Вот это Зеркало Да это те 40 лет назад Да Второго не предусмотрено Так и не ставили Хотя там тоже 21.05 0.07 Ставили Наконец-то Ставить Это нормальные Стекла Хотя бы двойные Да их ставили Здесь вообще То есть Центральное зеркало Все Ну машина реально Это На самом деле Лучше чем Баджач конечно В любом случае Да То есть Баджач Это Ну просто Какой-то гроб Здесь Гроб Люкс Причем даже Полноценный автомобиль На самом деле Реально полноценный автомобиль Который позволяет Ездить Почувствовать Езду Почувствовать Как там все происходит Но При этом Конечно Комфорта здесь Ну Не так уж и много Не так уж и много Ну и чувство Автомобиля Здесь тоже Очень притуплено Как раз из-за этого руля Который Не позволяет И чувствует Да Газом играть сложно Из-за того что там Надо механизм привода Переделать И в общем Работа тут Непочатый край Честно сказать Конечно Но для фана Обязательно Поеду я на зимние гонки Сто процентов Буду гоняться Активно Буду ездить Буду получать Удовольствие От Вот этого Самого что-нибудь Классического Из всех классических Ходичных автомобилей Даже Волга Я думаю При том что Больше имеет Прав Называться Той самой советской Классикой Все таки Это не Какая-то там Тянутая модель Итальянского происхождения Но здесь Все таки Породу не убьешь Волга Это что-то беспородное Будем говорить прямо Это Продукт Достаточно Примитивный И мне он конечно Не понравился Хотя Волгу Наверное Все куплю До каких-то опытов Опять же Там совсем Все плохо Здесь Действительно Классика Она Более приятная Более Удобная Более комфортная Да и вообще Во многом Она лучше Нежели Вариант Который Мы знаем Под названием Москвич Или Та же Волга Больше Отечественной Автопром Каких-то Моделей Ты не предлагал В этом и главная Проблема Что всегда Был определенный Класс Он заполнялся Каким-то Заводом Какой-то моделью И строгал Если честно Не могу понять Зачем делали машину Там 2.101 Вот я кстати Опять пешеходов Тут скажешь Не пропустил Ну что-то еще Там У нас многие люди Силят за тем Как я езжу Вот Я думаю Что я никому Не помешал Так что Все в порядке Так вот Зачем выпускать Столько Моделей По сути Одной и той же Машины Почему-то уже Шестерку Не выпускать Бесконечно Или Свернуть Прерывопроизводство Раньше Да Непонятно Честно сказать Многообразие Одного и того же От автовазов Всегда меня Вводило в ступор И думаешь Ну зачем То есть Чтобы казаться Что мы там Совершенствуемся Что Завод работает Над Улучшением Свойств автомобиля Да Ну Да Там У семерки Удобные кресла В остальном Что там Лучше Пойти Воздуховоды Которые С нормальным Притоком воздуха Которые Закрывают Все время Магнитолой Или что Что там Вообще Хорошего Так что Тут Ответ очевиден Вот такой Автомобиль Настоящий С Железными Что называется Усилиями С теми ощущениями Которые Можно получить Исключительно Пользуясь Вот тем Вот чем-то Таким Не очень Современным Да И наверное Порадоваться Конечно Все что касается Классики Здесь же например Упрощение случилось Помню тут были Фальшпанели Деревянные А сейчас отливали Просто они Пластиковые части Вот Так что Вот так вот В целом Можно убедиться Что автомобиль Простояв 10 лет Вполне спокойно Ездит По дорогам И даже Тормозит И главное На нем Должно быстро Не разгоняться Естественно Ни о какой максималке Сейчас речи не идет И не будет идти До весны А все растает Разгоняться На классике Там зимой 160 Это честно сказать Ну Аттракцион Не для слабонервных По той простой причине Что Ну Не остановишь Ты ее Понесет Не хватит Просто Физических Возможностей Чтобы ее остановить То есть Тут даже и опыт И даже Ролисты Мне кажется С ней не справятся Просто понесет Если начнет нести И все Ну есть какие-то Законы физики Их не обмануть Если нет помощи Вот электронике Сама по себе машина Конечно Не для Гоночной езды И Те самые Решения Которые были в ней заложены 40 лет назад Так и не остались Все на тебе И Вам тут конечно Хорошую резину ставить Если на классике Хорошая резина Можно уже Что-то получить Да и то То есть Из-за того Что ты тут Рулевое Расхлябанное Червяк Тут нет никакой Рейки Вот Это тоже Ну здесь еще У меня конечно Аморизаторы Все убиты Тем не менее Кстати Эти аморизаторы Не разбалтывают Машину То есть Нет серьезной Раскачки Но Зато она стала Как американец Такая Валка Такая Вау Вау Но нет Колебаний дополнительных То есть Аморизаторы Померли Но не до конца Можно сказать так И Можно вот ездить И удивляться Тому что автомобиль На редкость Приятен Он даже мягче Чем Камри Кто-то говорит Камри очень жесткая Камри вообще Ой вернее Камри очень мягкая Камри вообще Я скажу Камри жесткая Достаточно Но Классика Действительно Мягче чем Камри И прям Получаешь удовольствие От вождения Прям здорово ехать Вот так вот Вот такие вот дела Вот такие вот моменты Моменты бытия Моменты управления И прикосновения К той самой истории Миллионы Наших сограждан Ездили на этом автомобиле Мечтали о нем И когда в Советском Союзе Я думаю Это просто был Предел мечтаний Сейчас конечно Это уже Это уже просто Баджаж Увы Это уже просто Баджаж Но тем не менее Кто хочет ездить Кто любит автомобили У кого мало Денежных средств Класс Купил И гоняет Правда все время От собой инструменты Иметь Потому что Надежность Очень низкая Узлов агрегатов Беспредельно низкая Особенно Небольших Да То есть В целом Сама подвеска Например Или Там задний мост Он фатально редко Когда что-то с ним случается А вот по мелочи Постоянно Трахает мозги Вот Постоянно Постоянно Перманентно Бесконечно Это в общем Машина В этом плане Невероятно Скажем так Ненадежная И именно Потому что Нет качества Не потому что Конструкция Хреновая За 40 лет Я думаю Она уже выдержана Достаточно Но качество Материалов И узлов По прежнему Очень посредственно Так что Сейчас будем И чинить Сейчас будем Менять Все Вот такие вот дела И пишите Кстати Нужен ли вам Ремонт Выкладывать Я наверное До сих пор Буду его снимать Но уведомлять Не буду Подписчиков Все таки Ну кто будет Сейчас сам Ковыряться В автомобиле Своими руками Да и мануалов Ну куча Честно говоря По этим автомобилям Огромное Великое множество Так что на этом Я с вами прощаюсь До новых встреч И конечно Пишите что вы хотите Узнать про этот автомобиль С удовольствием Покатаю Расскажу И приведу в порядок И вновь Проедемся Уже четко Тест драйв Проведем А пока вот так Вот я думаю Что вы поняли Что за 300 баксов Я купил Очень удачный вариант И это конечно Радует До новых встреч Пока